Студенты двигают прогресс. Два года назад ульяновские врачи провели уникальную на тот момент операцию. Пересадили почку от посмертного донора. Важная составляющая успеха – лабораторные исследования, с чем медикам помогли в научно-исследовательском центре УЛГПУ. Местное оборудование позволяет провести процедуру за считанные часы. Это стало возможно в регионе. Благодаря нашим грантам, которые мы выигрывали, мы приобрели специальное оборудование, которое нам помогает проводить специфические исследования. И среди исследований, которые мы выполняем, это, во-первых, определение генетической совместимости между донором и реципиентом. Мы проводим скрининг АШИА антител. Также проводим так называемый кросс-манч-тест. Роботизируется многое, и этому направлению особое внимание. Современные веяния стали основой курса для детей и студентов, и первые разработки не заставили ждать. Не так давно в Политехе создан беспилотный автомобиль, распознающий дорожные знаки, линии разметки, сигналы светофора. В основе проекта — продукт отечественного автопрома. На педали поставили шаговые двигатели. Через червячную передачу они тянули за тросы и переключали скорости. На педали поставили актуаторы. Это нам позволило нажимать на педали. И вот таким образом у нас простая «Газель» стала «Газелью-беспилотником». Туда поставили «Инвидио Джетсон», на нем запустили нейросети и алгоритм «Слэм» для построения карты окружающей среды. И это все смогло ехать. Молодые перенимают опыт старших товарищей. В вузах регионы работают 217 докторов наук. Более тысячи кандидатов наук, 116 человек имеют ученое звание профессора и 546 звания доцента. Лучшие из лучших удостоились признания. Только за последнее время мощный научный потенциал нашего региона неоднократно подтверждался высокими экспертными оценками. Мы со своей стороны будем поддерживать и помогать в поисках партнеров и в развитии кооперационных связей. Сегодня все ульяновские вузы в качестве стратегических партнеров сотрудничают с научными центрами и университетами из других стран. Много общих проектов с Китаем. Таланты востребованы и на родной земле. Дальше лучше и современнее.